Прибалтийские сестрицы заплатят 1,5 миллиарда за развод с Кремлем. Политика. По советское пространство 24 июня 8 и одна прибалтийские сестрицы заплатят 1,5 миллиарда за развод с Кремлем. Бывшие советские республики договорились с Брюсселем о выходе из общей энергосистемы. Сергей Орлов. Комментарии в просмотрах 14 877. Фото. Баркрофт Медиа. ДАС. Электрическая Диафикс, овладевшая сначала Литвой, а потом под нажимом Вильнюса и Латвии с Эстонией, притворяется в жизнь. В Брюсселе главы стран Балтии утвердили календарь работ по отключению своих линий электропередачи от энергокольца Брелл, Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва, оставшегося в наследство от СССР. Отключение и синхронизация должны произойти до 2025 года включительно. Но только на словах процесс кажется простым. На самом деле огромные сложные и дорогие работы, включая строительство трансформаторных, новых лэб, кабеля, соединяющего Польшу с Прибалтикой, как ранее проложили по дну Балтики такой же кабель, соединяющий со Швецией, но он все время выходит из строя. Сложные процедуры отключения и синхронизации сетей настолько сложные, что намеченные на ее испытания отложили на неопределенный срок. Но и стоить вся эта электрическая голематия будет для маленьких прибалтийских стран весьма недешево. Как сообщило руководство, осуществляющее проект литовской компании, в проект синхронизации энергосетей стран Балтии с сетями континентальной Европы придется вложить примерно 1,5 миллиарда евро. Литве предстоит инвесторовать больше всех около 650 миллионов, правда, глава правления Римведаса Штеленис заверил на пресс-конференции, Брюссель поможет и уже подбросил деньжат на это дело, поэтому потребители почти не ощутят изменений. Читайте также. Чтобы остановить путь в Киеве, Зеленский заранее рубит генеральские головы главному обвиняемому в разгроме под Иллой Вайском поручено расправиться с противниками президентов в СУ. Так ли будет, посмотрим. Евросоюз трясет. Великобритания, похоже, все-таки покинет ЕС вместе со своими деньгами, то есть судя по настроениям в Лондоне, глядишь, без договора. Ну да, это дело при Балтике, ее выбор, хотя с экономической точки зрения довольно странный, либо этот маленький регион решил пролоббировать интересы европейских энергетических компаний, либо готовиться к какому-то большому конфликту, так как система Брюссель никогда не подводила, наоборот, неоднократно выручала поставками электричества, и предположить, что она может ни с того ни с сего стать ненадежной можно только на случай крайне конфликтного развития отношений Запада и России. Правда, президент Литвы Даля Грибаускайте, фактически и инициировавший бегство при Балтике из кольца Брел, хотя и постоянно говорит о мифической военной опасности со стороны России, в ситуации с поставками электроэнергии из РФ скорректировала позицию. Из московских диспетчерских по проводам течет не только электричество, но и политическое влияние, сказала она в годовом докладе Сейму. То есть все-таки не война. Но все равно непонятно. Наоборот же, когда той же Литве не хватало электричества, московские диспетчерские без какого-либо политического влияния по просьбе Вильнюса подбрасывали огоньку. Ну, может быть Грибаускайте имела в виду какие-то тайные финансовые отношения наших электроэнергетиков с политическими партиями Литвы. То есть по сути взятки за решение каких-то выгодных России вопросов. Это вряд ли. В Литве большие скандалы с отставками даже из-за намеков на честное сотрудничество с Россией, а никакие взятки вообще не доказаны. То есть выход из системы Брелл это, скорее, все же не предвоенный, а финансово-политический ход в пользу других источников электроэнергии, точнее, западного бизнеса. Нечто вроде борьбы с Северным потоком-2, только в электросфере. Недаром министр энергетики Жиги Монтас Вайчунас после подписания соглашения в Брюсселе сказал, страны Балтии договорились, что после реализации проекта торговля электроэнергии с третьими странами вестись не будет. Как и написано в соглашении, после синхронизации не остается инфраструктуры для торговли, пообещал Вайчунас. Между тем, Калининградская область питается энергоресурсами через территорию Литвы. Видимо, в Вильнюсе полагали, что вольны поступать со своими сетями как угодно, без учета интересов российского эксклава. Мол, выйдем из системы Брелл когда захотим, а Москва никуда не денется и будет действовать по условиям Литвы, и будем вертеть ею как пожелаем, а нет. Москва упредила действия Вильнюса, ждать у Балтийского моря погоды не стало. Как сообщала 8 марта свободная пресса, энергетическая драма, при Балтику унизил развод по-кремлевски без скандала. Россия стала заранее готовиться к выходу стран Балтии из системы Брелл, построила в Калининградской области в целях обеспечения энергобезопасности Маяковскую и Талаховскую ТЭС мощностью по 156 мегаватт и вот в марте вошла в строй Приегольская газовая ТЭС мощностью 456 мегаватт. Вместо Америки по Ирану ударит Узраиль. Еврейское государство решило опередить Вашингтон. К чему приведут новые провокации, которые продумывают в Тель-Авиве. Калининградская область, в отличие от Латвии, Литвы и Эстонии, уже обрела электрическую независимость. Страны Балтии получили неприятный сюрприз, в нашем Иксклаве успешно прошли испытания по отключению от Брелл. Так что Калининградскую область не только не удастся поставить в неудобное положение, в обиходе люди называют такую ситуацию грубовато раком, но и Прибалтика, возможно, сама окажется в таком положении. Все теперь зависят от воли российского руководства и договороспособности прибалтийских столиц. Калининград проводит испытания работы в изолированном режиме и, похоже, как мы видим, эти испытания прошли успешно. Это значит, что Калининград может работать изолированно, а Прибалтика может оказаться отключена от Кольца Брелл, сетует в беседе на телевидении портала Телфи. Бывший министр энергетики Литвы Арвидас Сикмакас, управлявший энергосистемой республики в 2009-2012 годах и ярко продемонстрировавший в тот период недружелюбие к России. А глава комиссии всей молитвы по энергетике Вергилий Юспадирис, похоже, в шоке, с российской стороны очень мало говорят, мало объясняют. На порталах у них можно найти очень скупую информацию, но их практические шаги весьма впечатляют. То ли еще будет. Но это выбор Прибалтики, а не России. Новости мира. Песков рассказал, что Путин и Трамп могут встретиться перед саммитом. Г-20.